всем привет друзья с весенней аляски четыре дня назад мы вернулись с французской полинезии с тропиков сейчас мне захотелось сходить такой снежный поход чтобы почувствовать этот контраст думаю километров 20 сегодня сделаю направляюсь я к озеру игол ребята посмотрите какая красота просто снежная целина безмятежная тишина яркое солнце вот сейчас здорово будет где-то метров 200 спуск пологий такой зато назад придется забираться отлично идем вообще красота просто готов так спускаться километров 10 туда и обратно было бы это возможно вот добрался до моста речка скрыта а нет все таки есть проталины красота то какая такой бассейн хочется туда прыгнуть из-за того что снега сдерживают поток вода в реке поднялась и вот создались вот такие вот заводи вот с той стороны она течет вытекает это река симфонии и иго все преодолел мост вышел на плато сейчас будет практически всю дорогу ровно до самого озера ребята это просто какие-то непередаваемые ощущения особенно после тропика после лазурного океана теплого акул скатов кораллов тропических фруктов джунгли по которым я там лазил и изнурительной жары я попадаю в какое-то райское место просто белое покрывало переливается все на солнце весенним такая красота и я иду куда-то неизведанные дали на таптовую тропу по целине если бы я никуда не выезжал на две недели и даже не понял насколько прекрасно зимняя погода сейчас легкий минус минус 2 примерно в долине обещалось до плюс 2 я думаю здесь будет где-то ноль я смотрю по состоянию снега снег сухой рассыпчатый скорее всего здесь доходит до плюс 1 плюс 2 но на очень короткий период потому что снег был бы тогда немного слежавшийся приклеивался бы к пластику то здесь зима больше чувствуется чем в долине там уже все потихонечку тает по эту сторону обычно самые массивные лавины сходят вот из этого кулуара и вот из этого сейчас видно что только немножко подсыпала вот со второго даже по ту сторону вот есть вот один вот второй и вот третий вот отсюда сыпят хорошие лавины вот такие скалы торчат снег глубочайшие ну и скалы немаленькие вот так можно здесь лыжи вообще себе убить просто вот раз вон два и вот так сейчас дальше будет еще больше там курумник спустя 7 километров уже на подходе к озеру орлинному игл хорошо здесь есть открытая вода она мне нужна для готовки и так что мы видим это мостик здесь летом вот в этом месте течет бурная бурная река сейчас она находится под толщу снега озеро начинается буквально метрах пятидесяти так сейчас я перейду по мостику чтобы не провалиться где-нибудь здесь в реку ну что вот здесь летом течет очень сильная река поэтому я знаю насколько она здесь завалена камнями какие проталины могут быть скрытые под снегом можно провалиться я хочу попробовать сейчас вдоль пройти все озеро посмотреть обстановку как там и что буду держаться края озеро глубокое то есть если провалиться здесь то навряд ли можно отсюда как-то выбраться так что нужно быть очень аккуратным самое интересное что здесь какая-то старая лыжня скрытая снегом и свежие следы но как бы собака одна в одиночку здесь ходить не могла а следы свежие может быть это волчьи следы очень интересная картина открывается так я буду забирать немного левее следы уходят кого-то к центру озера да интересно что это за следы потому что человеческих рядом нету так только чтобы он подо мной просел большой пласт снега нужно подумать как действует дальше что это могло быть но вряд ли трещина может какая-то линза может даже вот эта лавина небольшая сойти на меня решила сменить траекторию сейчас перехожу озеро в узком месте потому что там какие-то непонятные провалы снега прям пластами идут непонятно что-то может внизу быть либо вода открытая и засыпано снегом либо что-то еще поэтому я рисковать там не буду естественно буду идти вдоль правого берега опа опа ребята это провал короче провалился в трещину она довольно таки глубокая потому что-то не подсказывает что наверное сюда вообще не пойду буду менять значит я траекторию буду идти на symphony lake там уж точно провалиться негде да уж это экстримчик экстримчик ухожу отсюда вот тут и видно наплывы идут похоже это русло реки здесь идет ладно попробую пойти по этим следам не знаю что из этого получится слишком тут много камней скрытых под мягким снегом может быть хотя бы получится взглянуть на озеро симфония и игл сверху да уж опасно сейчас там по озеру идти себе с кем-то был еще можно было бы веревкой длинной соединиться и пойти а так после того как у меня лыжа ушла в расщелину кстати и оттуда было не так легко вытащить вместе с ногой у меня сразу же желание пропало туда лезть а с той стороны огромный просто пласт снега просел там какие-то пустоты дать подставила уже все поэтому как говорится вовремя нужно передумать открывается прекрасный вид на пик орлины игл одноименная река и озеро находится здесь же здесь просто глухая тишина слышно даже как бьется сердце и течет кровь по венам все ребята наконец-то я дошел еще немножко туда протяну по хребту тут тут будет разваленный домик или беседка кто-то когда-то пытался здесь что-то построить из досок и и бросили это делать потому что таскать за 10 километров стройматериал это никому конечно не надо все вот оно озеро симфония красивое озеро но сейчас она все покрыта снегом первый раз я его вижу в таком виде года два назад я ходил зимой до вот этого озера орлинного и тогда абсолютно никакой возможности не представлялось дойти до симфонии потому что снега было мало и было много открытых скалистых камней ну то есть лыжи просто можно было бы выкинуть в помойку ну и соответственно если идти туда пешком или в снегоступах можно было провалиться куда-нибудь между камней что камни здесь прям огромные валуны с дырами там с полостями между ними можно улететь как в пещеру вот это домик кто-то пытался что-то здесь сделать типа приюта но не доделали все дальше идет только мой девственный след больше здесь никто не ходил это зимой даже вот поэтому хребту я сейчас иду и здесь такой плотно упакованный снег даже эти пласты слабы могут оторваться и скатываться вниз утаскивая за собой меня потому тут тоже нужно идти глядеть в оба хребет такой идет крутоватый скосы в обе стороны хочу до конца туда дойти там развернуться и обратно как бы поставить точку что зимой я до туда доходил достиг сегодняшние свои цели дошел до точки которую планировал здесь хребет заканчивается и дальше только в гору на противоположной стороне находится озеро симфония как раз если спуститься вниз будет береговая линия на которой я ставил свою палатку для ночевки и на следующий день я залазил вот на эти две макушки с них очень хороший обзорный вид сразу на два озера день был ясный и в тот же день я увидел самую высокую гору северной америки динали сейчас укроюсь в этом шалашики на горелочке приготовлю себе поесть газ горелочка заморочусь сейчас приготовлю гречку какими вот бобами вкусными и булка и вот такие виды с моей кухни устрою себе пикничок ну в общем то чё воду то конечно я забыл набрать говорил вроде про нее с головы вылетела ничего буду сейчас снег топить вроде чистый скипячу его но я же на нем буду только гречку варить пить то я не буду этот снег так что вообще без разницы все водичка кипит сейчас забрасываю гречку солю и буду варить в общем наварил на троих так что давай друзья забегайте на огонек отлично надо силу набираться назад еще 10 километров и где правда тут ну на два человека нам вы не поверите я съел все двойную порцию вот что значит горы совсем другой аппетит все сейчас собираю манатки и встаю на обратный путь хороший спуск снег очень мягкий лыжи управляются отлично снег уже начинает только подтаивать даже подлипает к лыжам температура пульсовая до машины мне осталось 4 километра так что буду прощаться с вами на фоне этих прекрасных гор позади меня и реки надеюсь вам понравился мой поход весенний ставьте лайки пишите комментарии пока пока увидимся в следующих моих приключениях